Добрый вечер! Добрый вечер, уважаемые слушатели! На Финнам ФМ программа Сухой Остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. Что ж, началась новая рабочая неделя. Надо понять, что делать, как быть. Уж кому и кому, а нам-то это очень актуально, ведь мы с вами движем рынки. Ну так пафосно я начал, но так положено, потому что понедельник, новая рабочая неделя. Все не так страшно на самом деле, хотя действительно надо оценить текущую ситуацию на фондовом рынке. Тем более я напомню, прошлая неделя была сопряжена с тем, что мы закончили А, неделю, Б, месяц, С, квартал. И можно вообще говорить о том, что сегодня стартовал новый финансовый год в некотором смысле. Так что это очень важно и на эту очень важную тему мы сегодня разговариваем с моими гостями. Но прежде всего под гром аплодисментов я хотел бы отметить, что сегодня, слава богу, наконец-то после большого перерыва. Лена, ничего, нормально? Я так себе тебя представляю. Продолжайте, продолжайте. Продолжайте, не останавливайтесь. Не останавливайтесь. Ну так вот, сегодня у меня в гостях Елена Чернолецкая, напоминаю. Хотя помимо того, что она умница и красавица, у нее еще такая пафосная, да, у нее такая должность. Заместитель директора аналитического департамента Московского фондового центра. Правильно я произнес? Да. Как могут такие девушки еще быть заместителями директоров до сих пор? Ну ладно, я подчеркну, главная твоя прелесть, то, что ты очаровательна, ну а все остальное через запятую. И сегодня впервые, да, у нас в студии, надеюсь, не последний раз, Андрей Толстаусов, управляющий активной инновационной компанией Grandis Capital. Добрый вечер, Андрюш. Добрый вечер, очень приятно здесь находиться. Да? Ну, тепло как минимум, тепло, уютно. Расскажите мне, пожалуйста, как настроение, прежде всего, начало новой рабочей недели, я уже проанонсировал. Леночка, как ты? Боевое, боевое, как обычно. Боже мой, как это забавно. Отличное настроение. Да, да, ну это самое главное. Не, просто я опять Лену слушаю, слово боевое из ее уст. Ну ладно. Хорошо, я очень рад, что отличное настроение, что оно боевое, и действительно оно таковым должно быть, потому что наша задача сейчас практически за небольшой период времени, да, для наших слушателей много-много важных вех определить, которые будут, по вашему мнению, да, уважаемые гости, двигать рынки в ближайшую и среднесрочную перспективу. Значит, традиционно я напомню, во-первых, слушателям напомню, хотя им напоминать этого не надо, и тем не менее, телефон в студию, в котором вы можете позвонить, уважаемые мои слушатели, и позвонить, и задать вопрос, да, это 6510-99,6, код Москвы-495. Также на сайте finam.fm есть закладочка «Комментарии». Значит, туда заходите, пишите вопросик или что-то комментируете. Я быстренько это читаю, и мы все рады и довольны. И последний момент, традиционный, сейчас у меня набор традиционных в начале программы вещей. Значит, последний момент связан с тем, что надо нарисовать быстренько картину маслом. Что происходит сейчас, в 18.07 в Москве, американцы открылись, и смотрим, что творится на финансовых, любимых нами финансовых площадках. Я вам хочу сказать, рынок брызжет оптимизмом. Вот прямо, да, вот с экрана сейчас на меня брызги вот эти вот шампанского. Что случилось, не могу понять, Лен. Все было буквально вот час назад, все было не так, зелено и радужно. А сейчас я просто вам сейчас сообщу. Значит, Dow Jones, больше процента сразу же, да, в прыжке, я так понимаю. S&P 500, и тоже больше процента уже прибавляет. Только открылись, вон что делается. Ну, наши, да, Настя сказала. РТС 2,5%, ММВБ практически 2% в плюте. 1,512 по РТС, текущая котировка. Нефть, Brent, 113, 113. Вон что, золото только что, кстати, да, те самые, трехмесячные ХАИ сделала опять, 1790 там практически. Ну, и говоря об индикаторах рынковалютного, евро-доллар вернулся выше 1,29. Пятницу, если вы помните, закрылся в районе 28. Сейчас уже 1,2930. И все зелено, все зелено, так все великолепно выглядит. В основном наборе голубых фишек. Ну, можно там что отметить у нас сейчас, да. Сбербанк 1,2%, 92,13. Сургутнефтегаз 2,5% сегодня прибавляет. Ростелеком, обычка, почти 3%. И причем есть у меня все-таки, Леночка, сейчас я начну задавать вопросы уже вам. Есть у меня ощущение, что все это началось недавно. Буквально несколько часов назад. Эту я имею в виду, вот это вот, какой-то галлопирующий рост. Ты не можешь сказать, почему это так? Ну, давайте, вот, раз мы итоги подводим, давайте сразу начнем с прошлой недели. Нет, подожди, мы не итоги подводим. А, ну мы начинаем. Подожди, Влад, я же забыл, у меня еще, да, интрига. Я тебя за эфиром заинтриговал и забыл. Значит, смотрите, тема такая. Спекулянты правят бал у нас сегодня. И всю, ну, вот, интригу раскрываю. Знаю твою любовь к музыке. Вот я о чем хотел сказать, да. У меня сегодня практически в мозгу весь день рабочий звучит. Известная, ну, фрагмент известной арии из оперы товарища Шарля Гуно. Ну, мне кажется, да. Ключевая фраза именно такая, да. Тунын-тунын-тунын-тунын, там правят бал. Я не буду в эфире вариант Гуно озвучивать. Надо озвучивать. Ну, в принципе, слово спекулянт очень хорошо, да, в рифм, в ритм, по крайней мере, да, спекулянтам. Вот хотелось бы с этого начать. Ну, просто в общих чертах. Все, что происходит сейчас, в частности, вот это движение, это исключительно спекулятивное. Нет все-таки долгосрочного оптимизма. Вот из того, что вот сейчас было озвучено, я не вижу одной цифры, которая все много-много объясняет. Давай. Это ставка по 10-летним трежерям. Меня нет. Вот, к сожалению, мы ее не видим. Пока мы не увидим то, что 10-летние US Traders вошли четко, плотно вошли в диапазон 1,8-2, мы вообще не можем говорить о том, что у нас есть кто-то, кроме спекулянтов на рынке. Понятно. Потому что, почему мы это уже видели? Мы видели в июле, по-моему, где-то в июле, в начале августа, мы видели уже ставку 1,8-1,84, после чего как раз возникла идея, что вот он, вот он, аппетит к риску, пошел выход из... Денушка Милова, я прошу прощения, все-таки у нас не все слушатели искушенные до такой степени, чтобы понимать, о чем идет речь, десятилетки трежеря и доходность, да. Связь какая? Да, десятилетние облигации, американские облигации, это традиционный инструмент для наиболее консервативных инвесторов, чем ниже ставка процентная по этим инструментам, тем, значит, больше инвесторов готовы покупать именно десятилетние бумаги. И не готовы рисковать. И не готовы рисковать. А то самый надежный инструмент, это означает, что готовы покупать доллар, готовы покупать самые надежные инструменты. Вот мы сейчас видим, что... А как, извини, а как только ставка... Как только ставка растет, соответственно, они выходят из десятилеток и выходят в рисковые активы. Это может быть сырье, это могут быть акции, это могут быть более что-то. Все что угодно, я понял. Все что угодно. Вот пока мы не увидим серьезного движения где-то 1,8-2. Ну, выше двух будет, да? Ну, все-таки 1,8-2, ну, вот это диапазон, как угодно. Говорить о том, что у нас есть кто-то, кроме спекулянтов, мы вообще не можем. То есть мы видели, на прошлой неделе было очень хорошо, когда сначала наш рынок показывал минус 2, потом плюс 2, потом опять минус 2. Ой, это красота. Американский рынок точно так же, минус процент, на случай, плюс процент. Что это было, зачем это было? Непонятно. Такие качели, кстати, качели. Андрюш, ты любишь на качелях качаться? Ну, и в детстве любил. Не очень. Нет, я сам не люблю. У меня проблема с вестибулярным аппаратом всегда. У меня все время тошнило, я прошу прощения. Укачивает, укачивает. Вот примерно то же самое сейчас происходит на рынках, да. Спекулянты качают туда-сюда эту лодку и многих, пардон, вот, многих неприятностей по этому поводу, конечно. Ну, это еще не неприятность. Неприятность впереди. Неприятность впереди. Это оптимистично звучит, я тебе хочу сказать. Я понял. Значит, собственно, ну, опять-таки, подытоживая формулировки Лены, ну, и вот, ответ на мой вопрос. Исключительно спекулятивный интерес сейчас на рынках. Ну, если есть кто-то из долгосрочных инвесторов, то я вижу только на продажу. Причем и у нас, и у них. То есть, как только, ну, мы видим, что очень жесткая планка стоит и по нашему рынку. То есть, уровни выше которых мы не поднимаемся. По американскому рынку есть уровни по СНП, выше которых они не поднимаются. Например, по нефти есть такой уровень, где-то в районе 1, там 115, там 114. Во-во-во, если можно, давай, по нефти 115-114, по СИП, если это сколько, 1460-60. Ну, 60-70, да. У нас по рынку это примерно 1480-1510. То есть, очень с большим трудом поднимаемся выше и сразу возвращаемся вниз. То есть, ощущение, что вообще по всему миру именно долгосрочные инвесторы выбрали себе планочки, при достижении которых они стараются аккуратно, не распугивая толпу, просто аккуратно продают. Чтобы слишком, да, резкое движение. Да, мы, в общем, такие варианты уже тоже были. Например, на мировом рынке примерно такая ситуация была где-то в марте, в апреле текущего года, когда тоже стояла планка по американскому рынку. Ну, и после этого мы увидели майское падение такое. Да, да, да. У нас в тот момент, мы бы тоже стояли на планке, но нас тогда спровоцировало то, что ЦБ закрыл, ужесточил нормативы для банков, банки были вынуждены продаваться быстрее. Поэтому у нас тогда планки не сформировалось. Мы были, в марте мы были пиком наверх и затем уже были только продажи. Вот по американскому рынку тогда была планка. То есть, если мы сейчас увидим, вот мы не видим, что эта планка проходит. Мы видим, как легко они ходят вниз, затем мы говорим оптимизм и рост, но опять доходит только до этой планки и верхний идет. То есть, ощущение, что просто именно глобальные, то ли фонды, то ли инвесторы сейчас готовы к глобальной продаже. И в любой момент, когда, может быть, ухудшится ситуация, появятся макаркономические новости. Закончатся выборы в Штатах, например, да? Ну, здесь, да, очень много поводов. Давайте мы о них более детально поговорим чуть позже. И сейчас послушаем с интересом, послушаем новости в исполнении Насти Юрьевой. Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. Продолжаем программу «Сухой остаток» на Финам-ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня обсуждаем ситуацию на финансовых площадках. Кто же задает тон этим движением, достаточно волатильным, как говорят в таких случаях, посвященные люди. Кстати, надо сейчас выяснить, что означает это слово. Все время его произношу в эфире и сам не знаю, что оно значит. Кстати, также, кстати, я хочу представить моих гостей, у которых буду сегодня выяснять многие интересные мне вещи. Это Елена Чернолецкая, заместитель директора аналитического департамента Московского фондового центра. И Андрей Толстоусов, управляющий активами инвестиционной компании «Грандис Капитал». Еще раз добрый вечер, уважаемые мои коллеги. Уважаемые слушатели, для вас напоминалочка 6510-99,6, телефон прямого эфира, код Москвы 495. Сайт компании «Финам.фм», звоните, пишите, задавайте свои вопросы. Кстати, давайте с этого и начнем. Вот этот вопрос мне очень интересен. Андрей Толстоусов, что такое волатильность? Грубая волатильность – это отклонение от среднего. Еще раз, грубо, да, или грубая волатильность? Среднее отклонение от среднего. От какой-то цены, да, Леон? Чем больше отклонение среднее, тем, соответственно, волатильнее бумага. Ну, то есть, если говорят, высокая волатильность, вот эта амплитуда движения, диапазон, создает нервы, нервозность на рынке. Ну, что ж, давайте, значит, более детально. Ну, во-первых, мы поняли, да, что последние события – это исключительно спекулятивный интерес. Серьезные ребята с серьезными деньгами не проявляют пока никакого интереса. Вот что нужно, Андрюш, на твой вопрос, что должно произойти, чтобы серьезные деньги, а, пришли, б, ушли, ну, каким-то образом зашевелили рынок? Ну, вот на текущий момент лично мне представляется три необходимых события, которые должны произойти на рынке, чтобы как раз вызвать такой взрывной рост. Ага. Именно рост? Рост, да, конечно. Ну, во-первых, это разрешение нерезидентам на работу напрямую на ММВБ. Сейчас этот вопрос прорабатывается, но объединение биржи, оно несколько сдерживает этот процесс. Но вообще, я считаю, что когда западные брокеры получат прямой доступ на ММВБ, ситуация, естественно, улучшится с ликвидностью. Второе, это, наконец, когда депозитариям Евроклира и Еврострима разрешат работать в России. Соответственно, это тоже даст западным инвесторам какие-то гарантии, которых в настоящий момент я не вижу просто для них. Ну, и третье, это опция, это когда госкомпании начнут платить 25% от чистой прибыли в виде дивидендов. Этот вопрос тоже сейчас обсуждается. Я думаю, что, может быть, даже последний, последняя как раз эта часть, она даже без первых двух может привести к тому, что рынок сильно вырастет. Потому что доходность дивидендная просто астрономическая. Я этот список захотел продолжить, ну, вот, примерно по этой же логии, да, если, давай, Лен, если придет Дед Мороз и подарит нам всем, да, если прилетит вертолет, голубой вертолет и подарит нам всем эскимо, вот что, почему-то такая у меня цепочка, Лен, как ты считаешь? Нет, ну, вот первые два события, вот по поводу первых двух новостей... Нет, я именно по поводу третьей, меня третье завело очень сильно. Общу 20, поверьте, не 50 сразу. Извини, продолжай. Нет, ну, по поводу первых двух событий абсолютно согласна с Андреем, потому что действительно это концептуально меняло бы наш рынок, концептуально изменяло бы вообще структуру взаимоотношений все-таки там наших инвесторов западных. Потому что тут весь этот бюрократический механизм, когда, ну, для инвесторов, которые вынуждены сюда приходить, он очень все усложняет. Но тут вот в чем беда, в том, что до 2008 года у нас были иностранные инвесторы, несмотря на все вот эти сложности, у нас были нормальные объемы по бумагам. Более того, они даже были в 2009 году, еще после кризиса, то есть не было, то есть был масштабный выход в 2008, часть денег вернулась, но уже где-то с середины 2010 и полностью в 2011 после этого на рынке не было никого. Вот мы как раз за эфиром говорили по поводу данных оттока притока капитала в российские фонды акций. И наблюдается очень интересная тенденция, что примерно с августа по декабрь прошлого года именно из фондов акций, вот то, что переходит через границу, было выведено порядка 3,5 миллиардов долларов. Вот эти деньги ушли, и они пока не вернулись. То, что мы видим приток в этом году, это приток минимальный. Они могут давать проскальзывание на рынке, они даже их рынок не почувствуют, при том, что у нас объемы, они сейчас маленькие, их все равно рынок не почувствуют. Ну, то есть, другими словами, все, что Андрей уж перечислил, ну и даже бог с ними, с 25% дивидендов, все это все-таки некие технические моменты, согласись, да? Ну, я бы сказала, что скорее просто это длинный, очень длинный, длинный тренд, когда-нибудь это будет, когда-нибудь придет, но тут вопрос уровней. Ну, на месте иностранных инвесторов, мы видим тоже, вот мы с Андреем обсуждали, по текущим ценам я бы покупать не стала на месте инвесторов. То есть, они что, недостаточно низки? Скажем так, риски нашего рынка вообще не соответствуют тем уровням, которые мы видим. Можем говорить сколько угодно, потому что у нас ПЕ, вот этот, Price Earning, да? Да, что цена Газпрома по оценочным коэффициентам равна 2, что вообще минимально на рынке, развивающихся рынках, что это очень маленький рубеж, но есть сравнительные коэффициенты, да, есть понятийные, да, по понятиям, давайте, как говорится, да, что просто компанию с огромным леверджем, да, огромная долговая нагрузка, это не только в Газпроме дело, у нас очень мало компаний с низкой долговой нагрузкой. Покупать, там, средний уровень, там, долговой нагрузки по России, это примерно уровень 1,2. Это очень большой уровень, то есть, это выше единицы. И компания, там, иностранные инвесторы вынуждены искать какие-то отдельные имитенты, где долговая нагрузка ниже. А мы видели, какие были проблемы именно с компаниями с высокой долговой нагрузкой в 2008 году, например. Я понял. Хорошо. И те мнения, смотрите, все-таки я к чему хотел бы вас повернуть, что ли, да, о чем хотел бы поговорить. Большие деньги придут сюда, ну, даже в случае того, что случится то, о чем Андрюш сказал только что. Но тем не менее, большие деньги придут на наш, ну, как мы его называем, да, развивающийся рынок. Эмерджинг. Да, да, совершенно верно. Рынок с высокими рисками, причем риски там в разных сферах, да, экономические, политические, структурные, какие хотите. Они придут, наверное, да, могут прийти эти большие деньги в том случае, если, Лена, продолжи, если. Ну, понятно, вот все структурное, это, дай бог, скоро случится, да. Ну, я бы коротко сказала, если произойдет полное переформатирование нашего рынка, нашей экономики, там, структура наших компаний, например. Это проще сказать, чем сделать. Ну, то есть, от этого все зависит, ты считаешь? Естественно, естественно. Там проще купить Германию, которую мы, очевидно, понимаем, что она там расплатится немецкие долги, например, да. Проще купить, не знаю, американские долги. Мы будем понимать, какой угодно есть долговая нагрузка в Штатах, это неважно, да, у них есть огромный резерв. Резервная валюта все-таки, да. Можно из Emerging Market купить, например, бразильский рынок, который точно так же недооценен, как и наш, но долговой нагрузки там такой нет. У нас, да, как все говорят, стороновая нагрузка небольшая, меньше 20%, это прекрасно. Давайте посмотрим, покупать-то они будут не российские облигации, например. Если мы говорим о рынке акций, они покупают российские компании. А если коэффициент долга российских компаний равен двум, то есть она два раза должна себя продать, чтобы расплатиться с долгами, но это уже не очень серьезная оценка получается. То есть есть компании у нас на рынке, у нас есть металлургический сектор, который далеко не весь перегружен долгами. Новолипецкий комбинат, Магнитогорский комбинат. Есть прекрасная компания с нулевым долгом, сургут, нефтегаз. Есть энергетика, которая тоже небольшая нагрузка, но эти компании приходится вот так вычленять из каждого сектора. Глобальная, просто глобальная оценка очень тяжелая. Ну, в таком случае, если я правильно понял, серьезные деньги, большие инвесторы к нам не придут никогда. Не согласен. Согласен? Я тоже не согласен с этой формулировкой, на самом деле. По этому поводу есть вопрос, кстати. Я не случайно провокацию такую сейчас озвучил. Итак, наш слушатель Юрий спрашивает. Уважаемые гости, скажите, пожалуйста, в восьмом году при падении рынков государство усиленно помогало не провалиться российскому рынку в яму. Это так, Лена, это так? Нет, это не так. Это не так, Андреш. Ну, я помню, что Газпром по 100 рублей. По 88, я помню. По 88, мы обещали по 100, но... Нет, по 88, причем я помню, да, глаза одного из своих слушателей, когда он говорит, Олег, 88, надо же покупать, его надо затаяться. На что я ответил, ну, на мой взгляд, вполне резонно, но на тот момент. А где у тебя гарантия, что он 50 не будет завтра стоить? Таких гарантий не было. Ну да ладно, тем не менее, вот это мнение нашего слушателя, да, государство усиленно помогало не провалиться. Теперь картина другая, говорит он. Последняя продажа пакета акций Сбербанка показывает, что правительство само заинтересовано в падении. Означает ли это, что на наших рынках руководством страны поставлен крест? Спасибо. Спасибо, главное. Андрюш. Нет, я не согласен. В корне ни с чем. На самом деле продажи, это укладывается в план приватизации, но... Имеешь в виду продажи пакеты акций Сбербанка, ага. И она как раз нацелена на то, чтобы сделать рынок еще более привлекательным. Поскольку государство продает дешевле, чем продавало в 2007 году. То есть оно пошло на этот шаг, в том числе и для того, чтобы сделать рынок еще более привлекательным, повысить ликвидность. И неудивительно, что как раз западные инвесторы именно стали основными покупателями. Что для многих стало довольно-таки неожиданно. В какой-то степени... 5 миллиардов за 3 дня привлечь, это большого стоя. В какой-то степени это опять на них, может, и было рассчитано, да? Естественно. Пресловутый поиск длинных денег. Да, Лена? Не знаю, не знаю, не уверена. Потому что мы полностью разблюдовку того, кто какие пакеты получил от этого Сбербанка, по-моему, мы так все и не видели. То есть, может быть, где-то они проходили, но я не видела. А следовательно, то есть, не исключено того, что вот те пресловутые западные инвесторы, это могли быть просто брокерские компании, например, действующие в чьих-то интересах. То есть, мы не видели конечного приобретателя, да? Это покупалось ли что-то, а главное, кем на нашем рынке, то есть, покупалось ли это тоже брокерами, например, для кого-то, тоже вполне возможно. А если это для кого-то, то есть, мы не знаем, кто это покупал изначально, в смысле, конечный приобретатель, а следовательно, мы не можем говорить о том, как с этим пакетом, что с этим пакетом будет дальше. Они могут быть точно так же продаваться по рынку, точно так же под этой самой планкой, о которой я говорила по индексу. То есть, по Сбербанку это может быть уровень, пусть 97, пусть это хороший уровень, но в этих ценах тоже вполне можно продавать. То есть, опять о пресловутых спекулянтах мы сейчас заговорили. Ну, в общем-то, да. А потом продажа, конечно, была феерической, потому что момент был выбран просто гениально. Действительно гениальные люди, те, кто так сделал. Ну, уже хорошо. Это абсолютно хорошо. И тем не менее, давайте ответим на вопрос. Значит, последний, собственно, вопрос, даже не последняя, а последняя часть этого вопроса, ключевая. Значает ли это, вот это все, о чем говорит Юрий, что на наших рынках руководством страны поставлен крест? Я бы не стала так говорить, на самом деле, с Андреем согласна. Андрюш. Абсолютно нет. Нет, нет, Юра, нет, Юра, это я слушать и обращаюсь. Не надо быть пессимистом. У меня, кстати, наши коллеги здесь есть же, просто я бы сказал так, профессиональные оптимисты. Слушайте сухой остаток. Никогда, какой крест, почему, о чем вы говорите? Теперь другая, да, часть, ну, на нее ответили уже. Продажа пакета акций Сбербанка не показывает, что правительство заинтересовано в падении. Да, мало заинтересовано в продаже акций Сбербанка. Это для большой разницы. Конечно, конечно. Ну, и это уже история, но, тем не менее, в восьмом году при падении рынка государство усиленно помогало не провалиться. Ну, на самом деле, может быть... В 2009-м, это когда ВЭП выходил, это был начало 2009-го, наверное, скорее всего, с этим было. Совершенно верно. Это не восьмой год, это девятый. Действительно, да, ВЭП большие пакеты там откупал государственные средства, по сути, да, действительно, чтобы каким-то образом остановить. Это было сделано одновременно с тем, когда как раз начались и американские программы поддержки рынков. Ну, Е1 воткнули как раз в феврале месяце. Европейские, так что это вполне соответствовало чему тренду. Да, 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 это нормально. Все. Юра, мы ответили на ваш вопрос. Сейчас мы слушаем новости, а потом продолжим. Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. Продолжаем программу «Сухой остаток» на Финам.ФМ. Я, Олег Дмитриев. В гостях сегодня Елена Чернолецкая, заместитель директора аналитического департамента Московского фондового центра. Андрей Толстаусов, управляющий активной инвестиционной компанией «Грандис Капитал». Обсуждаем мы пока втроем, и уже слушатели потихонечку присоединяются. Текущую ситуацию на финансовых рынках. И, собственно, основная идея, что пока все движения на них исключительно спекулятивны. Именно поэтому у нас была мысль связать, с чем-то связать возможный приход длинных инвесторских, инвестиционных, серьезных денег на наш, в частности, рынок. Вот Андрюш свою позицию озвучил, Лена с ней согласилась, я так понимаю, в большей степени. Но, учитывая, что вот эти механизмы сейчас, да, они, так сказать... Операционные риски пока высокие. Высокие. Для резидентов. Да, да, да. И когда от них избавятся, да, наши отечественные площадки, мы, ну, по крайней мере, в ближайшей перспективе, да, нарисовать это не можем. Соответственно, логично ли, Леночка, предположить, что инвесторских, серьезных денег мы в ближайшее время не увидим? Ну, не в ближайшие полгода это абсолютно точно. До конца года как минимум? До конца года, я думаю, точно. Тогда, тогда, тогда. Продолжаем утверждать, что в ближайшие полгода, ну, до конца года, как минимум, значит, опять спекулянты будут править бал на отечественной площадке. Ну, я так допускаю, что и другие рынки, они также под властью спекулянтов во много находятся. И сырьевые, да, и фондовые, и валютные в большей степени, наверное, да. Так вот, давайте поговорим об этом. В ближайшей перспективе до конца года или, там, краткосрочно до, наверное, выборов, да, все-таки это важный этап. Что может произойти и как на это отреагирует рынок? Ну, здесь можно, вот если говорим об американских выборах, как там может реагировать рынок, то, во-первых, традиционно, конечно, все-таки под выборы, ну, у них соблюдается рост. Если не рост, то это, опять-таки, волатильность, может быть, под планкой, но это мы тоже видели вот последние две недели, когда рынки, например, американские открываются в минус, закрываются в нулях, открываются в плюс, опять закрываются в нулях, и так каждый день. Практически, да. Таким способом тянуть можно, в общем, месяц-то протянуть еще вполне возможно. Что здесь для нас плохо, конкретно для нас плохо, это то, что я абсолютно не верю в то, что американцы будут действительно распечатывать свои нефтяные запасы, потому что им этого пока не надо, но вот поговорить на эту тему они вполне могут. Ну, причем достаточно разговоров для того, чтобы народ реагировал. Ну, там точно так же, им не нужно, например, сейчас сделать так, чтобы нефть стоила 85, ну, потому что это будет, это уже сильная раскачка по рынку, это сейчас бегство капитала начнется из одних активов других, то есть такое сильное падение им не нужно. Но опустить, например, на уровень 103 и показать просто тренд падения по нефти, что вот у нас снижаются цены на внутреннее топливо, что у них прямая зависимость все-таки от мировой цены на нефть и внутреннее топливо. 103 я имею в виду по бренду, конечно, они там по лайту будут смотреть, но... Ну, у них там, да, есть... Перевожу на более понятный для нас инструмент, то есть если они просто поговорят об этом, то до уровня 103, где тоже стоит хорошая боковая планка по бренду, нефть вполне может уйти. Причем, если они будут говорить это вкупе, допустим, с арабами, со своими ближайшими союзниками, да, то те тоже могут поговорить на тему, что нефть очень высокая. Ну, вот какие-то разговоры на эту тему будут для нас негативные. Там вербальные интервенции в отношении, мы можем больше добывать, мы можем меньше добывать, да, вот они там с этой точки зрения управляют нами с вами, манипулируют сознанием. Поэтому даже если, допустим, американские рынки вот таким бочком пройдут октябрь, я не верю, что дольше, потому что октябрь, начало ноября, вот все, что будет потом, это уже будет, мне кажется, более печально, то российские рынки, если начнут падать, они могут начать падать гораздо раньше, как это было в марте, как это было в апреле, то есть мы начнем раньше. Ну, то есть обычно мы говорим, да, что растем мы позже, отрастать начинаем позже, а валимся первыми, да, а валимся первыми. Андрюш, смотри, Лен, у меня еще вот, ну, я честно вам хочу сказать, я очень переживаю, ну, это не просто работа, это жизнь. Переживаешь за рынок? Да, из-за него в том числе. И меня сейчас очень сильно волнует обещанные программы количественных смягчений всех центробанков мира. Сегодня, кстати, вот опять я анонсировал, да, с утра статистику на текущую неделю, огромное количество событий, да, начиная от пейролсов пятничных, там, и прочая вещь, заканчивая тем, что в четверг у нас ЕЦБ заседает по ставке, там, Банк Англии, Банк Японии с утречка, вот, и понятно, что там со ставкой, кстати, как ты думаешь, ставку могут ЕЦБ снизить? Я думаю, что могут. Я думаю, что в полном случае. Вот именно сейчас, да, Андрюш, ты как думаешь? Ну, по-моему, сейчас инфляционные ожидания там в Европе подскочили. Подскочили, да, там инфляция там есть, улица какая-то. 50 на 50. Молодца. Я думаю, что просто если снижать, то сейчас, просто, в принципе, если они собираются это делать, то лучше и сейчас на волне общего вот такого, что вот у нас в КУЕ, вот у нас сейчас все будет хорошо. Потому что это лучше делать сейчас, чем в октябре все-таки, это последние меры по Греции, когда уже в октябре должны окончательно сказать, ну, или туда, или сюда, да. Буквально на этой или на следующей неделе уже. В том-то и дело. Поэтому это лучше сделать до Греции, и это лучше сделать до того момента, когда Испания все-таки четко скажет, обращается она за помощью или нет. Потому что лучше делать сейчас, когда рынки спокойные, чем постфактум, если что-то случится, и показывать, что мы в панике, нам надо что-то, вот мы срочно что-то делаем. Да, 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 и добавим. Лучше это, если они вообще собираются делать, я думаю, что если они это не сделают на этой неделе, то они не сделают этого вообще, ну, в общем, в ближайшие полгода. Ну, мы, да, до конца года все пересуемся. Смотрите, тогда вопрос такой. Вот эти обещания количественных смягчений, вот как они могут реализовываться на основании чего-то? Ну, понятно, что они пока только обещают, правильно, я понимаю? Да, Драги сказал, мы готовы. Вот что-то там такое, механизма нет, ЕСМ не заработал еще, надо, чтобы эти испанцы попросили, они не просят. Федрезерв то же самое, говорит. Да, у нас вот, пожалуйста, мы вот что хотим, то и делаем. И будем делать, но будем пристально следить. Зачем будут следить, чего будут смотреть, непонятно. За рынком труда. За рынком труда, да. Причем здесь на прошлой неделе, да, вычитал где-то, по-моему, не помню, Миша, этот самый, ну, не помню, кто говорил, один из наших коллег вычитал о целевом уровне инфляции, да, вот, который, значит, рассматривает резерв. В одной версии 7,3, в другой 5,5. 5,5. 5,5 уровень инфляции. Это когда они могут такой уровень увидеть? Ну, не в этой жизни, мне кажется. А, Лена? Мне нравится, как они смотрят безработицу, они показали снижение безработицы. Сори, ну, конечно, безработица, я же заговорился, конечно, про инфляцию. Как они прекрасно, ну, почему нет, ну, до уровня 7,3 они расстреливают безработных вполне могут и дальше, потому что, ну, я в кавычках говорю, расстреливают. Понимаю тебя. Ну, это вот, для тех, кто меня не видит. Но, показывает снижение уровня безработицы за счет выбытия просто рабочей силы из учета, из списка учета, это вообще прекрасный способ у нас борьбы с безработицей. Да, согласен. Причем, и не только у нас, это... Ну, в общем, это в Штатах, что самое печальное, но когда формально уже, то, что неформально, за кадром говорят, что безработица порядка 15 в Штатах, это уже очень большой показатель. Бороться они с ней не могут. Согласен. Ну, так вот, когда мы увидим реальные, и увидим ли мы вообще реальные вот эти программы, когда будут действительно печататься деньги, выкупаться активы и в каких... Не увидим, не увидим. Вот, мне вот хотелось бы на эту тему поговорить. Аргументируй, пожалуйста. Не увидим, потому что мы видели... Лучше всех на эту тему высказался аналитик Джипи Моргана, по-моему, неделю назад, что программа QE3 не заработала, нужно включать QE4. То есть, по-моему, это была... Я полагаю, что это была такая прекрасная ирония, такой легкий стек на ФРС, что QE3 не заработал, давайте QE4, при том, что QE3 он еще даже, в общем, не начинал. Ну, то есть, как выкуп облигаций может помочь безработному американскому найти работу, ну, абсолютно это друг с другом вообще никак не связано. Ну, видишь, в Бернанке как нашел связь, не случайно же он это... Может быть, поэтому и стоит планка по американскому рынку, что кому-то, кто-то должен продать на этих уровнях. Я не то, чтобы большой, там, сторонник теории заговора, но все понятно, что есть там, допустим, финансовый сектор, который работает сейчас одним способом, да, и есть реальный сектор экономики, который работает другим способом. То есть, пока их не соединят в одно единое целое... А это реально вообще соединить их в единое целое? Ну, через кризис, через кризис. Это через кризис реально. Ну, то есть, в какой-то степени надо просто пересмотреть и одно, и другое, да, и найти компромисс. Ты, кстати, как к теории заговора относишься, Андрюш? Отрицательно. Отрицательно? Ну, вот Лена сказала, я так правильно понимаю, что ты небольшой поклонник, ты все-таки поклонник, но небольшой. Я скажу, что там есть определенные разумные идеи, но не надо ее рассматривать, вот как ее очень любят преподносить иногда в кино. Озвучишь, в чем разумные идеи и теории заговора? Разумные идеи просто в том, что есть определенные долгосрочные политические тренды, политические, экономические, которые очень часто соблюдаются, очень часто как раз они выстраиваются из года в год, и очень часто там из десятилетия в десятилетие, свойственны в той или иной политике. Вот, собственно, из них и складывается, когда мы говорим, что есть теория заговора, это не теория заговора, а есть некая политическая и экономическая традиция того или иного, часто государства или сообщества. Ну, это объективные данные. Ну, просто иногда, если не прослеживать длинные тренды, то ощущение, что там кто-то против кого-то пытается договариваться, есть именно длинная традиция этих трендов. В этом негатив, да, теории заговора. Хотя ведь... Хорошо, давайте вернемся к отечественному рынку и даже не сколько к фондовому рынку, сколько к рынку отечественной валюты нашей, да, что может произойти в ближайшее время с рублем против доллара, Андрюш, как ты видишь это? Ну, на мой взгляд, я не ожидаю ни сильного укрепления, ни сильного ослабления рубля. Это выгодно на самом деле. С одной стороны, курс 32 за доллар очень комфортный курс для российской экономики, комфортный курс для банковской системы, соответственно, колебания плюс-минус 2 процента, ничего не меняют. Вот. Поскольку всем комфортно, я думаю, что ситуация будет стабильна на валютном рынке. Ну, и тогда диапазон, да, вот я понимаю, 32, ты говоришь, это верхняя его граница. Ну, 31, 32,5, 33. То есть, хотя я широко, в общем, по... Не, нормально, нормально, я тебе... Глеб, у тебя какие видения... Подожди, давай мы прервемся, у нас есть слушатели, и, видимо, какой-то очень важный вопрос он хочет задать. Давайте на него ответим. Владимир, добрый вечер, вы в эфире, говорите. Да, здравствуй, очень важный, конечно, вопрос. Я хотел спросить как раз вот по теме безработицы американской, да, то, что Бернанке будет смотреть, честно, безработицы. Я хотел спросить, как вот спекулянты, по вашему мнению, отреагируют, да, если безработица будет улучшаться, допустим, да, а в свете того, что вы сказали, Елена сказала, что они там за счет выбытия, да? Да. Это вот это меня заинтересовал, то есть этот вопрос я как-то не учитывал. Ну, про доллар не буду спрашивать, как вот S&P может отреагировать, ну, вообще-то, кратковременно, так скажем. Вы торгуете сами? Да, вот по S&P пытаюсь, ну, по евро уже перестал, перешел на фьючерс, вот S&P. Хорошо. Пытаюсь угадать движения. Нет, гадать не надо, надо рассуждать и делать выводы, принимать торговые решения, да? Рассуждаем, да, да. Гадать мы сейчас будем. По Агерчику торговать. Ого, тем более, какое уж тут гадание. Спасибо, Владимир, спасибо, вопрос понятен. Ну, вопрос понятен, я его еще раз повторю, если не возражаетесь. Значит, я так понимаю, как, Владимир пытается понять, как связано, да, изменение безработицы, там, рост ее или падение, наоборот, ну, с реакцией рынка, в частности, вот на примере S&P, да, как он может отреагировать. В пятницу мы видим, там, безработица, ухудшается, да, увеличение показателей и, там, снижение payrolls, там, допустим, да, что произойдет с индексом S&P 500? Ну, естественно, что будет какое-то снижение спекулятивное на каких-то плохих данных, но я думаю, что сейчас, во-первых, очень плохие данные, они просто не выйдут, потому что они показывают снижение, ну, вот это вот, да, негативные данные не выпустят, эти данные просто не выпустят, у них, ну, мы видим все время, что есть пересмотр определенный плюс-минус недели, они вполне позволяют себе пересматривать, да. Если мы увидим вначале сейчас очень сильные негативные данные, то, я думаю, что они просто отодвинут их на какой-то срок, ну, в смысле, на неделю как раз вот переучет заявок. Во-вторых, конечно, реакция может быть негативной, но сейчас сантимент не позволяет негативно реагировать, что сантимент такой, что заявки по безработице большие, сейчас у нас заработает программа КОИ-3, да, вот выкуп 40 миллиардов, каждый месяц, все великолепно, сейчас все будет хорошо. Там данные по безработице выходят хорошие, тоже все хорошо, у нас экономика восстанавливается. То есть пока сантимент сохраняется положительной, или хотя бы боковой, никакой серьезной негативной реакции мы не увидим. Ну, то есть и на, условно говоря, хорошую статистику, и на плохую статистику все равно будет одна и та же реакция. Ну, мы видели очень, как, вот на прошлой неделе вышли очень плохие данные. Вышли Chicago PMI, да, очень, это Chicago по занятости, индекс PMI, данные вышли очень плохие. То есть Chicago подтверждает, что занятость на самом деле падает. PMI плохой, PMI в Европе плохой, PMI в Китае, этот индекс промышленного производства очень плохой. То есть общие данные негативные, мы видим общее такое глобальное замедление по крупнейшим центрам мировым экономически. Что мы видим сегодня на рынках? У нас сантимент хороший, мы все растем, все замечательно. Ох уж эти рынки. Давайте еще раз новости послушаем, а потом мы продолжим этот разговор. Ну что ж, уважаемые слушатели, на финал FM программа «Сухой остаток» собственно уже практически заканчивается. Последняя часть у нас осталась, последние 12 минут. Сейчас будем подводить итоги. Будем выяснять, а что же в сухом остатке. Я напомню, мы сегодня говорили о том, что спекулянты правят балл на финансовых площадках. Собственно, к этому мнению мы в очередной раз склонились. Обсуждаем текущую ситуацию, ну и вывод, собственно, неутешительный. В гостях, я напомню, сегодня Елена Чернолецкая, заместитель директора аналитического департамента Московского фондового центра и Андрей Толстаусов, управляющий активами инвестиционной компании «Грандис Капитал». Вопросы все еще у вас есть возможность, позвонив по телефону 659-996, задать или сайт финал.фм для этого использовать. Вопросы прокомментировать, собственные мнения вы еще можете. И последней части нашей программы мы давайте попробуем, уважаемые гости, ну, некие прогнозы, слово нехорошее, конечно. Хотя, судя по всему, да, в начале, помните, первые новости, восполненности, она говорила, 18 градусов еще будет в Москве. Это прекрасно. Это прекрасно, вот, вот, к чему я, собственно, сейчас вспомнил этот прогноз. Мне хотелось бы, чтобы в ответ на прогнозы, касаемые рынка, я тоже смог бы эту фразу сейчас, понимаете, бросить. Ну, условно говоря, Лен сказал, вот будет то-то, я говорю, это прекрасно. Андрей говорит, да, будет то-то, это прекрасно. Это прекрасно. Ну, ладно, не надо придумывать ничего. Давайте все-таки попробуем кратко, среднесрочно, до конца года, посмотреть на то, что ждет на финансовых площадках. Мы говорим о нашем рынке, рынке акций. Андрюш, как ты видишь его до конца года? Я считаю, он закроется на максимумах, на максимумах года. То есть будет перехай, да, как говорят в таких случаях. И мы увидим по ММВБ какую-нибудь цифру, равную. Ну, по РТС, 2000. Браво! Это вам не плюс 18 в Москве. Леночка, милая моя, ты согласна? Нет. Нет? Я же не могу с этим сказать. Плюс 2500, я сейчас назовешь, да? Нет, кто больше? Кто больше, да? Это я вас как-то, видимо, немножко заразился, да? Нет, я наоборот, я как настоящая оптимиста очень хочу сейчас, чтобы нас очень сильно уронили. Вот тогда у нас все будет прекрасно. А вот пока нас не уронят, прекрасно у нас ничего не будет. Мы так и будем колебаться. 1450-е будут нас целить, как только мы будем поднимать голову. Ну, то есть текущих две мы не увидим. Нам сначала нужно куда сходить? Ну, вообще, если мы говорим о технике, то первый уровень это где-то 1320 по ММВБ. Это технический. И если мы говорим о том, как может, допустим, развиваться данный импульс, вот данный импульс падения, то это район где-то 1200-1150. Прекрасные уровни. Это прекрасные. Прекрасные уровни. Вот для покупок будет прекрасный уровень. Вообще, там можно затариться уже, наверное, на несколько лет. На несколько лет нет, не скажу. На несколько месяцев можно будет. Но пока мы не увидим вот такого хорошего обрушения, ну, вот расчистки вот этой спекулятивной массы как раз. О чем мы говорим, спекулянты много. Да, много спекулянтов. Пока не увидим расчистку хотя бы вот этого верхнего уровня спекулятивной массы, то мы не увидим хоть сколько-то даже среднесрочных инвесторов, кто готов покупать там на месяц, на два, на три. Мы так увидим вот эти вот широкие колебания. Индекс ММВБ, да, он показывает 1400-1500. Вот на самом деле это широкий диапазон, и мы видим его уже, наверное, с июля. Вот в этом диапазоне мы находимся. Изматывающий всех, без объемов, когда там среднедневные объемы по ММВБ, они где-то примерно на треть ниже, чем то, что мы видели в начале года, мы так и не выходим по объему наверх. И вот пока мы этот диапазон сохраняем, то есть чем дольше этот диапазон сохраняется, тем больше спекулятивный навес продаж нарастает. Тем более тяжелым будет падение. Поэтому я за то, чтобы как раз отпадать сейчас, там ноябрь, может быть, уже потом будем смотреть, что дальше. Пока есть такая возможность. Пока есть возможность. Пока погода хорошая на улице, лучше отпадать сейчас. А ты 2000-то прям с текущих видишь? Или все-таки какая-то коррекция? У нас три месяца впереди. То есть мы можем увидеть, что год за это время. Да, после объявления КУЕ рынки по полгода растут безостановочно. Поэтому теоретически это возможно. Но на самом деле это и практически возможно, поскольку существует такая статистика, она, конечно, небольшая, но дело в том, что после каждого года, когда индексы снижались в России, следующий год был годом реванша. Рынок взлетал просто после этого. Соответственно, если у нас 2011 год был минус 20%, значит, в этом году мы должны хотя бы плюс 30. Взять ли реванш, да? Реванш. А учитывая, что мы никак не возьмем этот реванш, осталось всего три месяца для реванша. Да, я думаю, это многих удивит. У нас с Леной это уже удивило, как на всякий случай. Причем, смотри, опять мне понравилось. Мы сегодня обсудили, ну и так, чуть-чуть коснулись теории заговора. Вот сейчас Андрюша новый вариант, теория реванша. Не, не, статистика вещь великая, конечно. Статистика вещь великая, но я боюсь, что просто с точки зрения законов рынка, объективно, что если мы за три месяца возьмем такие вершины на пустом абсолютно рынке, где нет никого, то потом нам будет очень больно. Нет, потом мы, да, да, да. Гораздо больнее там чем 1300-1200. Нам будет очень больно. Разобьемся, не дай бог. Да, потому что тогда выйдут как раз целить все, у кого еще позы есть. Поэтому я думаю, что нам бы лучше попадать все-таки сейчас. Объективно было бы лучше. Ладно, это понятно. Давайте посмотрим, что у нас будет с сырьем до конца года, с нефтью, с ценами на нефть. Андрюш, видишь как-то где-то их? Ну, я считаю, вот текущая цена для нас комфортна. На самом деле, даже на падающей нефть рынок может расти, не обращая внимания на это. Ну, в смысле, наш рынок? Да, получая таким образом некую премию к цене на нефть. Например, вот полгода назад рынок падал, не имея никакой премии к нефти. То есть, куда нефть, туда и мы. Но сейчас у нас появилась такая возможность оторваться от нефти. А за счет чего? За счет ожиданий, в первую очередь, за счет ожиданий того, что структура российского рынка действительно изменится, поскольку правительство работает в этом направлении. Я думаю, что ожидание этого может уже толкнуть. Я сейчас слушаю тебя, и мне хочешь, знаешь, что сказать? Андрюша, ты святой. Лен, нет у тебя желания такого Андрею? Да. Он святой. Он просто, я не знаю даже, с чем тебя сейчас сравнивают. Он ангел, он ангел. Он ангел, да, отечественного рынка. Ну, надо же так, а? Ну, давай. На самом деле, из твоих уст я бы вот это как-то спокойнее воспринимал. А я сейчас говорю наоборот. Да, ты давай, опусти на землю нас. Ну, нет, я согласна с тем, что у нас будет сохраняться этот диапазон по нефти. Это где-то 103, максимум 115 по Brent. Вполне, действительно, для мировых рынков комфортный уровень. Просто потому, что если он будет сохраняться на нашем рынке, то для нашего рынка он совершенно некомфортен. Не потому, что он сейчас в моменте несет какие-то убытки нашим компаниям. В моменте он вполне нормальный. Веда в том, что чем дальше этот диапазон будет сохраняться, тем больше у нас экономика издержков, экономика убытков и убыточность, опять, ну, высокая себестоимость нашей компании, тем больше будет дельта между расходами и прибылью, тем дольше она будет сжиматься просто за счет увеличения издержек. Я повторю, что у нас есть буквально там 2-3 компании, которые могут эффективно работать на данном рынке нефти, на боковом рынке нефти. То есть остальные, они покрывают вот эту дельту исключительно за счет постоянно растущего тренда. Как только нефть ложится в боковой тренд, у нас экономика издержек. Поэтому до конца года, конечно, нефть 103-115 нашей компании вполне устроит, но если хотя бы данный диапазон продлится там еще полгода, еще полгода, то мы получим уже не рост против боковой нефти, а падение против боковой нефти, что будет очень печально. Вот они, да, еще одни минусы сырьевой экономики. На самом деле сократите инвест-программу и рентабельность вернется на прежний уровень. Подожди, сократите инвест-программу, ну просто так вы их не сократишь, хотя с другой стороны жизнь заставит сократить инвест-программу. Ну вот когда оно пройдет там год-два в падающем или боковом тренде, они начнут сокращивать инвест-программу. Я понял. Хорошо, ладно, продолжим. Продолжим. Мои любимые вопросы. Где вы видите золото, уважаемые коллеги, к концу года? Андреш. На самом деле по золоту и серебру существует сезонность, которая начинается, обычно растущий тренд начинается в сентябре-октябре. С чем связано это все за сезон? Ну так уж исторически сложилось. На мой взгляд это связано с тем, что в Индии сезон свадеб начинается. А потом в местах основной добычи золота наступает зима. Ее тяжелее добывать становится. Заваня, то есть сокращается добыча, как они говорят. Да, и длится этот сезон повышательно, он где-то до марта-апреля. Вот из-за чего происходит коррекция. В мае, как правило, в июне эта коррекция случается на 100%. Дальше летом стагнация и снижение, собственно, это было и в этом году, и в прошлом году. Подтверждаю. Собственно. Ну то есть мы сейчас в рамках восходящего тренда, вот этого среднесрочного, до середины прошлого, следующего года, до марта. Ну до марта где-то, да. Но какими темпами предсказать тяжело. Ладно, слово предсказать я вообще не люблю. Цифру какую-нибудь ты видишь, там вот к марту, если в рамках восходящего тренда, сейчас 1780, ну 1800. Ха, исторический у нас, да, 1920, там чуть ниже. Где ты видишь его? Я, честно говоря, не смотрю на золото, поэтому конкретную цифру назвать не могу. А я тебе сейчас скажу, кто смотрит у нас на золото. Причем не только в смысле рынка. Я даже не знаю, что сказать. Нет, а что сказать? Ты говоришь, я, я, ну я же а тебе это, а тебе это. Вот я как раз не смотрю на золото, потому что мне оно вообще не интересно ни разу. Потому что все индийские женщины не могут на себя повесить столько золота, сколько оно сейчас стоит. Да ну у вас какие-то вы прям неромантичные. Очень романтично будет увидеть по золоту, например, две с половиной тысячи. Вот. Шпилькой. Ну и важно, чем шпилькой. Нет, почему, как раз примерно так же, как было 150 по нефти в 2008 году. Нет, и вот когда у нас было выше тысячи, мы забирались когда. Вот это будет замечательно. Прострел. После этого мы увидим, как будет сдуваться очередной пузырь. Во-во-во-во. Вот это я понимаю. Вот это позиция спекулянта. Однако не стоит забывать одну вещь. Давай. В прошлом году, когда золото достигло максимумов, эндаумент фонды затарились им практически по максимальным ценам. По полной. Да. Фонд Гарварда загрузил в свои хранилища какие-то колоссальные тысячи тонн. Это я помню в прошлом году, да, когда грузовиками завозили. Я думаю, что они, конечно, пересидели это снижение, сжавшись. Ну, им неприятно было, я думаю. И сейчас, я думаю, они воспользуются подажом. Не как индийским девушкам все-таки, да? И нагрузят индусок по полной программе. Ну, ладно. Ну, в любом случае, да, золото, инструмент, с точки зрения спекуляции, да, инструмент замечательный, или инвестиции, если как хотите. Только очень опасный. Ну, да, опасный, я соглашусь. Но, тем не менее, есть фундаментальные некие основания, да, на основании чего мы на него смотрим. Ну, и вообще, золото, это то, что блестит. Последний вопрос. Традиционный, для меня, по крайней мере, да. Скажите мне, где будет евро-доллар к концу года, Андрюш? Ну, я не могу точно сказать, где он будет. Ну, диапазон 1,28-1,32, скорее всего. Вот, то есть сейчас мы имеем 1,28, практически, да, чуть-чуть выше, и это будет до конца года минимум. Это очень комфортный диапазон для экономики, на самом деле, европейской. При текущих ценах на нефть, мне кажется, все там... Все должно сложиться. Да. Я понял. Леночка. Я жду все-таки пониже, где-то 1,26-1,28, то есть не радикально ниже, но пониже. 1,20 не увидим уже больше. Ну, увидим, но не до конца года, скорее всего. Может, меня взять шпилькой? Увидим, увидим. Я думаю, что увидим, но не до конца года. Сейчас 1,26-1,28. На уровне 1,3 явно уже больно экономике Германии, поэтому так очень... Много новостей появляется под это. Не хотелось, чтобы она болела, да? Не хотелось. Если она будет болеть, так... Если не она, то кто? Да. Хорошо, огромное спасибо. Сейчас будем подводить итоги. Значит, прежде всего, небольшой анонс. Как общество может влиять на власть, если последние не слышат? На это и другие вопросы Юрия Пронико сразу после выпуска новостей отвечает сопредседатель РПР Парнас Михаил Касьянов. Сейчас участвуйте в разговоре. А мы, дорогие друзья, закругляемся потихонечку. Я напомню, во-первых, в гостях сегодня была Елена Чернолецкая. Регалии не буду, времени нет. Андрей Толстаусов. Огромное вам спасибо. Ну, основная мысль, действительно, последние события и главное, что ближайшие события будут связаны со спекуляциями на финансовых площадках. Будьте осторожны, посматривайте со стороны. Ну, а если кто активно торгует, то торгуйте. Я с вами прощаюсь. Олег Дмитриев. Успехов на рынке.